Всех приветствую. Ребята, смотрите, куда мы едем. Все-таки решился я на запуск этого самолета. В данном видео попробуем его запустить. Бескрайние просторы. Наши родины. Вот он, красавец, лежит в разобранном виде. Примечателен он тем, что здесь применена довольно-таки хитрая система управления. Пока я крыло не поставил, можете видеть, что вот здесь есть две тяги. Если я за них дергаю, то, как видите, здесь руль направления и руль высоты перемещается. Самолет оснащен двигателем. Нужно все вытаскивать, собирать и пробовать запустить, как он себя поведет. Для запуска подобрано такое вот пустынное место. Машин мало, поля. Есть небольшой бугорок. Ну, чтобы как бы минимизировать потери. Также есть еще немножко травы. Если что-то пойдет не так, может быть даже будет еще вторая попытка. Держу, бросать. За годы без действия даже видите, он немножко пострадал. Кое-где обшивка поцарапалась. Кошки подрали его. Пришлось немножко подлатать. Ну, подкрашивать я его не стал. Будет в таком подлатанном состоянии запущен. Все, друзья, самолет собран. И вот так вот он выглядит. Можно насладиться, возможно, в последний раз. Хотя надеюсь, что получится запустить и проверить вот эту систему управления. Маятниковую. Я ее взял в моделисте-конструкторе. Подсмотрел и решил использовать. 15 лет назад сделал этот самолет, но так и не запустил. Ребята меня уговаривали в комментариях переделать на радиоуправление. Но все-таки тут переделывать сложно достаточно. По мне так проще заново сделать самолет под радиоуправление. И решил я все-таки проверить, как он полетит и полетит ли вообще. Смотрите. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, ребята, будет у нас вторая попытка. Нормально, живой. Винту капец, но винт у нас еще один есть. Вот, ребята, что произошло с винтом. И треснула кабина немножко. Так, сейчас я его разберу и перенастрою руль высоты, потому что тянет его очень сильно вверх. Прям нереально сильно вверх тянет. Надо снять крыло и произвести настройку. Этот запах топлива незабываемый. На другом конце тяги есть резьба, просто снимаем кембрик и делаем вот так. Раз, два и ставим. Друзья, собрали самолет обратно и будем его еще раз запускать. Друзья, собрали самолет. Ну вот, ребята, так вот летит мой самолет. Надеюсь, вам все видно. Все-таки заглох. Пошел. Побежали туда. Он сейчас с бугра полетит. Идет. Вот любит он возле машины. Все, сел. Далеко не улетает. Вот он, красавец, приземлился. Видите, уже следы ранения у него. Но он приземлился на колеса, я видел. К сожалению, из-за бугра вы, возможно, не увидели. Все тут целое. Видите, как колеса подгибаются, стойки шасси. Это все выравнивается и опять только в путь. Приходится много бегать, ребята. Но, конечно, азарт неимоверный. Клево, все настроено, нормально летит модель, не клюет. Как видите, маятник не дает болтанки. То есть, как мы первый раз видели, вверх-вниз, это просто не настроено было. Сейчас поднастроено и уже совсем другое дело. Еще бы двигатель поднастроить, чтобы мощнее был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то с ним случилось, да? Наверное. Но это мы можем и не показывать. Это ваше дело. Да? Это ваше дело. А что такое? Ветер. А что ветер? Все, ребята, обычно на вот этом любые испытания дальнейшие заканчиваются. Вы сами все видели. Показал вам все 5 попыток. На пятой попытке немножко ветер подвел. Как-то не так что-то пошло. И зацепил самолет крылом в почву, скажем так. И вот этот кружок отвалился в край крыла. Он тут в принципе-то был на клею. Его обратно приклеить, да, обтянуть, заново перетянуть миколентной бумагой. Тут вечер делов. Крыло в целом целое осталось. Вот просто обшивка лопнула. Лонжерон, все здесь, все в порядке. Обидно, конечно, немножко, но что поделать. Такое случается и весьма часто. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересных видео. На этом все. Благодарю за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Пакуем обратно. Сегодня же заклею крыло. Думаю, сейчас полностью отвалится этот полукруг. Ничего страшного, сегодня же заклею крыло. Думаю, ребята, вы хотели увидеть такой краш-тест. То есть когда смотришь какие-то вещи, всегда этого ждешь. Ну вот, в принципе, вам такой подарок небольшой.